То, что вы сейчас видите, это очень необычное, можно сказать, редкое видео. Дело в том, что если у вас на сайте стоит Яндекс.Метрика, и там включен функционал веб-визора, то вы можете вот в таком видеоформате наблюдать, как реальные пользователи ходят по вашему сайту, на что кликают, как двигают мышкой. Вот эти вот желтые кружки на смартфоне, это как раз когда палец прикасается к экрану и как передвигает человек экран с какой скоростью. То есть это фактически такой скринкаст того, как пользователь читает конкретный материал. Про этого пользователя мы не знаем только имя, фамилию, отчество и пол. Посмотрите в правый нижний угол, мы знаем, что это смартфон, что это iOS 16, что человек пользуется мобильным сафари. Там дальше, когда мы выходим на более общую картину, мы можем посмотреть, из какого города, из какой страны этот человек заходит. Вот в данном случае это пользователь из Казахстана зашел на наш сайт «Сделаны медиа». Ну вот почему я сказала, что это редкий случай, потому что посмотрите, как внимательно человек читает от начала до конца большой материал для медиа-менеджеров. Такое очень редко встречается. Обычно люди набегают, быстренько проглядывают 2-3 абзаца, и если им нужна инструкция по мультимедийному сервису, все равно они скорее сохраняют закладки. То есть это скорее такое поверхностное знакомство с материалами. Очень небольшое количество людей читает от начала до конца. И поэтому мы сохранили это видео, что есть пользователи, которые читают длинные тексты, вот у нас есть визуальное подтверждение. Но в целом использование веб-визора полезно для тех, кто занимается сайтами, кто ведет регулярную информационную работу, потому что это позволяет вам честно посмотреть в глаза реальности, как реально пользователи читают ваш контент, дочитывают ли до конца, на каких этапах останавливаются, откуда уходят. И понятно, что по одному конкретному пользователю нельзя вносить изменения, надо брать совокупную такую обзорную картинку. Но вот эта возможность заглянуть через плечо реальному человеку, она, конечно, фантастическая, и не так много редакторов этой возможностью пользуются. То есть наблюдать за тем, как реально люди читают ваш материал, это хороший тренинг для редактора, для медиа-менеджера, для журналиста. Сила Медиа Путешествия по мультимедийным мирам с Оксаной Силантьевой Продолжение следует...